Как я это давно не делал, но привет, друг, с тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. Я не знаю, есть ли смысл записывать этот ролик после выхода обновления, уже, конечно, прошло 20 дней, и стоит ли его записывать, не знаю, но это будет лично моя реакция, или реакция тех игроков, которые не подписаны на группу и дискорд этого сервера, и не знаю, что происходит. Хотя за 20 дней не могли, мне кажется, уже узнать всё, вот. Смотрим сегодня обновление, смотрим, что изменилось, для меня это интересно, для вас, может, будет тоже. Я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну, а по классике, чтобы не задерживать этот ролик, тайм-коды есть на ролике в описании, сейчас мы читаем ченжелок, после этого едем всё проверять, поэтому погнали. Значит, ченжелок на телефоне открыт, и мы готовы его читать. Первое, что произошло, это добавлена система скиллов, навыков и развития персонажа. Теперь вы можете увеличивать выносливость, занимаясь бегом. Если вы бегаете по грутовке и песку, вы быстро повышаете выносливость, но теряете немного в силе. Если вы бегаете по другим покрытиям, вы умеренно повышаете выносливость. Если вы долго не занимаетесь бегом, выносливость начинает отрачиваться. Ну, это мы, конечно же, проверим, что будет, например, сколько можно накачать выносливость, если пробежать всю карту вокруг. Ну, это будет всё интересно. Если вы стреляете и делаете в этом успехе, ваш навык стрельбы повышается, чем чаще вы становитесь жертвой чужих попаданий, навык стрельбы утрачивается. Это всё можно посмотреть как бы в табе. Добавлены экзамены категории D автобуса для получения категории D, необходимо наличие категории B. Сделана адаптация бланков экзаменов под права по 4К разрешения, обновленный раздел помощи в 10, добавлено 3 новых колеса в тюнинг, убрана работа в пожарном департменте. Департменте? Пожарку убрали полностью. Создана и добавлена новая работа водителям автобуса, добавлены 3 автобуса ЛиАЗ, АД, Энвиро и Вольво. Добавлено 10 уникальных маршрутов, на ЛиАЗе доступны маршруты 1, 2, 3, на 1, 2 ранге, естественно, на АД, Энвиро 4, 5, 6 ранг, на Вольво 7, 8, 9 и 10 ранг. Доступен 1 премиум маршрут на 10 ранге на Вольво. Новые транспортные средства X6M F96, то есть самый новый X6. Porsche Cayenne Turbo S, Land Rover 405, это типа СВА, ну типа да, плюс тюнинг. McLaren Senna, M3-92 плюс тюнинг, RS7 новая, SF90 и Bugatti Divo, конечно же, как без гиперкаров. Исправление транспортных средств X5E53, ну БМВ, конечно же, исправлены модель номерной рамки, чего, может модель номерной рамки, ну ладно. БМВ М5 в 10 добавлен тюнинг, Audi RS6, C7 и C8, новые хендлинги настройки и Lada Priora исправлены некоторые недочеты. Что примечательно, что именно в этом обновлении ни один автомобиль старый не убрали, это лайк. Знаешь что, теперь переходим как бы проверки и... Убираем анимацию нафиг. Знаешь, тапчик, тапчик, ага, вот у нас выносливость, развитость мускулатуры и навык из стрельбы. Ага, я одного чела убил, у меня два, я понял. Сейчас мы проверим, сколько нужно пробежать на единичку выносливости. Это будет интересно, типа, сколько прибавится выносливости, если я бегу всю карту, например. Это же будет интересно, я думаю, да. Давай, например, к барбершопу сколько есть? 300 метров. Бля, 300 метров близко, давай хотя бы километр, что ли. Это мне надо 300, 300, 9, где-то вот здесь километр, я думаю, будет. 800, ебать. Это что, сюда бежать? 1000 метров, да? Вот так 1600, ну да. Ну что, по единичке побежали? Батя немножко пробежал, у моего персонажа уже дыхалка 0 просто, дыхалка сдохла. А, вот, нормально. Все за спорт. Ну и мы почти прибежали к нашей меточке, но я не буду на ту сторону переходить. Разницы нет, метка пропала, значит, мы прибежали. Внизу никакой интерфейс, как вы видели, не появлялся. Теперь момент истины. Добавилась ли у нас какая-то выносливость или нет? Мне кажется, нет, потому что, ну, внизу должно было бы написать. Мда, хуй там. Знаете, что получается? Мы пробежали один километр и нам выносливость не добавили вообще. Может, это работает только по песку, я не знаю. Есть, конечно, подозрение, что я мало пробежал, поэтому у меня выносливость не добавилась. Это во-первых. А второе предложение то, что, может, оно реально работает только по песку, но там же написало, что если бежать по песку, то у тебя будет быстрее прокачиваться персонаж. Это верно, но на что влияет вот эта прокачка? На выносливость, типа, что персонаж может бежать дольше? Не знаю. Зачем они его добавили, тоже не знаю. Если в Сампе, например, навыки стрельбы надо, чтобы прокачать, как бы, скиллы, и можно было бы плюс цеши, да, ну, это все знают, то здесь смысла я вообще никакого не вижу. Кстати, если кто не видел видос по Феррари с охеренными перебивками, как Фрассажа, может, даже лучше, ссылочку я оставлю в описании, можете зайти посмотреть. В предыдущей серии мы с вами ее перекупили, а мы, тем временем, отправляемся с вами... Ой, я надеюсь, там не громко. Блядь, самое время идти в паузу, занося, ага. Я надеюсь, они вроде не громко. Теперь мы отправляемся на... Вернее, не на, а в автошколу, чтобы сдать на права категории D, и чтобы мы с вами могли устроиться на работу автобусника и затестить эту работу. Специально не тестировал, пока не записал видос, чтобы не ушли всякие ощущения. И самое обидное то, что я сейчас близко просру два ранга на курьерке, у меня одиннадцатый. У меня был десятый, я просрал до восьмого. Теперь у меня девятый, я просру до седьмого. Классно. Ну, зато видос как бы запишу. Хрен знает, ли он залетит, но не знаю. Оп, 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 сворачиваем. Конечно, на автобусы сдают на Санта-Мария. Логичнее было бы здесь на лодке какие-то сдавать, а не на автобусы. Ну, да ладно. Мы приехали. Так, сине-желтые здания, красавцы. Автобусные. Ага, сто восемьдесят тысяч. Исполнитель бич-ба... Бич-бас. Ну, да, типа пляж, автобусы. А не то, что вы подумали. Ладно, не за защищает. Да-да-да, автошкола. Ага, тридцатый марта. Погнали. Подпись. Эван, конечно же. А можно ли вводить транспорт в состоянии опьянения? Нет, запрещается. Палево можно. Сто процентов. Ладно, шучу. Можно ли использовать автобусы в личных целях? Да, если он куплен. Ну, я думаю, да. А какая кнопка переключает режим светофары? Троечка. Какими кнопками включаются поворотники? Вот это, если честно, я даже не знаю. Вроде этими. Отдать на проверку? Правильных ответов четыре. А сколько вопросов было? Пристегните ремень. Заведите двигатель, нажав кнопку четыре. И двигайтесь по заданному маршруту. Ваш экзамен начался. Посмотрите, какие мне блатные номера выпали, а. 01177, вся херня. Кстати, я мимолетно проезжал. Ну, когда ездил по карте. Я видел, как эти автобусы дрифтят. Это пипец. Я уже... Ебать. Это капец. Короче, что я вижу? Я вижу надпись MOTRO Rage. Если бы она еще ездила, а не была статическая, это было бы еще круче. Не тормози тут ни хера. Но то, что он боком едет. С одной стороны, это прикольно, а с другой стороны, мне кажется, не очень. Особенно, если ты будешь вот так поворачивать боком красиво, у тебя врезается какая-то тачка, и ты улетаешь на 400 метров. Хотя, они сделали этому автобусу коллизию, как у Раптора. То есть, ты каменный. Что, если кто-то у тебя врезается, то тебе ничего нет, а он тупо отлетает. Вот, в принципе, мы и проверили. Ну, не особо он каменный, но каменный. Знаешь что? Кстати, 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 кстати. Здесь же на этих автобусах еще двери открываются. Только бы знать, как они открываются. Может, они как-то на метках автоматически открываются. Не знаю. Сейчас мы поедем вместе с вами в первый рейс, и это узнаем. А я, в принципе, что? Ну, здесь нечего смотреть, я думаю. Уже все, кто хотели попробовать, как бы уже увидели кого-то другого на Ютубе, либо уже сами попробовали на сервере. Ну, поэтому, я думаю, этот момент можно упустить. И продолжим, как я сдам на права. Ой. Ну что, не особо много времени это заняло. Мы объехали весь Лос-Антос. И вот последняя меточка. И успешно сдали все экзамены. Ага. Обязательно надо было переехать меня автобусом. Молодец, тебе выдали новую лицензию. Было бы очень прикольно, если бы эту лицензию можно было как-то посмотреть. Например, через инвентарь, как на Радмире в МТА. То есть, там открываются права, и внизу пишется категория, которую ты открыл. Было бы очень прикольно. Знаешь что? Мы сдали на права. И следующее, что мы сделаем, это отправимся на работу автобусника. Вот она зеленая. Зеленый такой кейс. И что? Поехали. Мы приехали на автобусную станцию. Она находится за больницей в Лос-Антосе. И... А, да. Нам же нужно быть безработным. Ну что, пока мой, как бы, курьер уволится с работы. Да. Простерем два ранга. Ну да ладно. Устроиться. А, и кстати, да. Чтобы устроиться на эту работу, вам нужна не только, как бы, БАИДА категория, а еще четвертый уровень. А уровень нам нужно повышать через премиум. Ой, бля, подожди, какой премиум. Через уровень. И этот уровень, четвертый, я не помню, сколько мне стоил. Ну, 1500, я не помню, что такое. Могу ошибаться, может, 300. Ну, 300-500, я думаю, да. Где-то так. Знаешь, что, я устроился, да? F5. Первый ранг, вся херня, 15 опыта. Вот такие у нас автобусы доступны. Вот этот автобус 120, этот 140, этот сотку. Но я видел, что эти автобусы ездят, как бы, между деревнями. Этот в городе, и этот в городе. Могу ошибаться. Но вот этот я видел прямо возле тюрьмы. Может, он куда-то ехал, не знаю. Короче, берем Лиас, или как он там называется. Возьми маршрут за дачи. Ну, я взял. А, вот так, Даш. На линии 2 из 100 город. Первый ранг, погнали. Ипать, он длинный, капец. Знаете, что еще это длинное? Пауза на моем канале. А вы про что подумали? Короче, первая остановка вот здесь. Хотя здесь я ничего не вижу. Ну, да ладно. Сейчас двери должны открыться, да? Стоп, а подожди. Я же видел на каком-то автобусе, что открывались двери. Я прям четко видел. Вот такое. Кстати, автобус валит. Валит. Я бы не сказал, что он какой-то прям слоупок, но он валит. Ну, конечно, ограничение в сотку это такое. Вот ему хотя бы 120 сделать. Было бы уже приятнее. Ну, ладно. Ладно. Интересно, кстати, сколько мой весь маршрут займет по времени. Но пока что прошло сколько? Да, минута? Ну, давайте, да. Все, да, минута пройдет. В 54 мы начали. Вот. И посмотрим, сколько это занимает. Блин, ну звук есть в двери. Может, для других двери открываются. Для меня нет, я не знаю. Номер, кстати, нам выпал. АТР 06478. Ну, относительно нормальная выпадает. Дружище, ждем пассажира. Дружище, поточни, немного пассажира выходит и заходит, да. Кстати, если бы добавили NPC, было бы, ну что ли, реалистичнее. Типа, как в МТА на Редмире. Там открываются двери, там заходит NPC, выходит NPC. Ну, прикольно выглядит, да. Соглы. Так, здесь круиз работает? Здесь круиз... А не работает нормально все. Мне интересно, это быстрее, чем курьер или нет? Мне кажется, нихерна не быстрее. Кстати, заметили, что на других серверах, ну, например, рпшных, да, там, как бы, метки, по которым нужно ездить, ну, что в сампи, что в GTA 5. А здесь просто метки рисуются, где нужно остановиться. То есть, ты можешь ехать не по метке, а можешь просто срезать, как тебе хочется. А еще было бы прикольно, если бы, например, подъезжали, вот, и здесь какая-то остановка стояла, как-то более реалистично. А то мы подъехали к какому-то кусту, бродюру, и все, вылазь, ну. Итак, выбирай новый маршрут или отдохни, решай только тебе. Ага, то есть, один маршрут нас занял где-то 9 минут. Ладно, пусть 10 будет, окей. Но, можно сказать, я тупил на начальных, как бы, стадиях, проезжал метки, врезался. Ну, давайте отнимем где-то 3 минуты. Ну, за 7 минут мы заработали 44 тысячи. Но на том же курьере можно заработать 44 тысячи или 48. Где-то за это же время, плюс-минус. Поэтому то и на то выходит, я думаю. Ну, это еще не точно. Нужно, конечно, будет добить, как бы, 10 уровень, посмотреть. Но, как вы знаете, мне, конечно же, будет ленький. Мы покинули рабочий... А, транспорт. Конечно, блять, потому что я уволец. Хотя, ладно, не буду увольняться. Может, потом еще поработаю. И то не... Короче, то на то выходит. Кому что нравится, тот на том и работает. Но, если честно, я бы вырвал лучше курьера. Потому что эта херня такой себе. На курьер взял, доехал, взял, свернул. Тем более, чем быстрее у тебя тачка, тем тебе лучше. Вот. Короче, курьерка выгоднее, да. Знаешь что, отправляемся теперь смотреть новые автомобили. Они же вроде больше ничего не добавили. Такой чисто у нас беглый обзор. X6M F96. Ага, знаешь, что мы находимся возле автослона BMW. И сейчас поедем его смотреть. Конечно, не покупать. Хотя, можно и купить. А потом заснять чисто перебивкой под черный бумер. Не Сереги, нет этого. Да вы. Ладно. Автослон BMW. Так, 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 так. X5 в новом поколении 14500. А X6 в новом поколении 16500. Охренеть. Что он едет? 285. Ну, такое. Не знаю, не нравится мне X6. Ну, типа X5 попиже, но X6... Ну, на любителя. Ну, жопа слишком какая-то пустая лично для меня. Мне что-то здесь не хватает. Хоть я и любитель бомба, но это не особо. 15 мест в багажнике. 68 литров в бак. И 285 он едет. Ну, не прям такое. Ну, прям... Ну, такое. Блин, ну, такое реально. Ну, если вам капец как нравится этот кузов, либо у вас есть куча денег, то можете, в принципе, купить. Я не знаю, или буду его покупать. Вот, вот, лично могу купить чисто для перебивок. И все. И продать. Так, Land Rover. Бэм... А, блядь, еще Е92. Куда я выехал? Стой. Обратно. Чисто Феррари в трейдин можно сдать на М3 Е92, которая стоит вроде 3 ляма. Да, е-мое, этот Телеграм. Е92. Ты где? Выходи. Вот. 3400 она стоит. Выглядит охрененно. Ее 275. В принципе, нормально. Я бы сказал охуенно. Плюс она дрифтит, как мне говорили. Плюс на нее есть тюнинг. 63 литра бак. Ну, она охрененная. Мы 100% купим ее в одной из следующих серий. Вот. Если хотите, чтобы эта серия вышла побыстрее, нажимайте на лайк, пишите комменты. Вписывайтесь на канал. И на нее, наверное, влепим вот этот номерок, а Subaru продадим. Вот это так вам. Спойлерок. Спойлерок, ну да. Короче, едем в автосалон. Ауди. А подожди, Ауди они же перенесли, да? Ауди здесь, элитный здесь. Ну, тогда давайте поедем в мультибренд. Посмотрим, что там по лендроверу. Вот. И тогда уже поедем в Ауди. И тогда поедем в элитку и закончим ролик. Вы не выбрали грузовик. Чего? Знаю что, Range Rover 405. По факту, СВА. Это, если честно, не особо разбираюсь. Но мне кажется, это, блядь, это, хотя... С одной стороны, я хотел сказать, что это коротыш. Это не длиннобазный. Хотя нет, нет, это коротыш. Вряд ли это длиннобазный. С тюнингом 275, стоит 14. То есть, едет на 10 километров хуже X6M. Едет, в принципе, как М3, но стоит 14 лямов. 15 мест в багажнике. На любителя, реально. Ну, типа, такого. Академик бы заценил. Автосалон Ауди. Если честно, первый раз сюда приезжаю. Вот. Офигеть. Этот автосалон Ауди, это какой-то музей, не знаю. Дружище нечего, лучше Ауди. Есть BMW. Ауди вот-вот наверстает. Вот, да. За BMW она не угонится, пацаны. А тем более, за Мерседес мой. Знаешь, что Ауди RS7C8. Почему они здесь не написали C8, написали 2020? Ясно, короче. Ауди 14 лямов стоит как? Сва и Е340. Ну, получается, имба. Получается, за эти бабки ты можешь купить F90, который Е330, что обычная. Либо Ешка, которая стоит 10-12, на которой Е330. Либо ты можешь купить, как бы, C8 за 14. 65 литров бак, нормально. Кстати, самое прикольное, что есть в этой Ауди, это адаптивный спойлер. Блядь, мы еще Каэ не посмотрели. Ладно, самое прикольное, что есть в этой Ауди, это адаптивный спойлер, который, я не помню, на клавишу N, вроде английскую или какую, можно поднять, либо опустить, либо он автоматически сам поднимется. Ламбо или Фера, конечно же, Фера, автосалон элитных автомобилей, и у нас здесь просто конские цены на автомобили, я таких цифр вообще не видел никогда. И Bugatti Diva, самый дорогой автомобиль на этом сервере. Да, который продается. Хотя даже нет, самый дорогой, потому что лимитка Ferrari F40, сколько они там, по 200 лямов стоят максимум. Ну, блядь, GTA 5 сервер, на котором 3 Bugatti, 400 лямов, 120 лямов и 92 ляма. Ай, сори, 4 Bugatti. Ну такое. Ну, типа, купить Diva, чтобы выебываться, что у тебя есть деньги. Ну, понты дороже денег, 100%. McLaren Senna, 80 лямов. Я думал, где-то лямов 150 будет стоить. Кстати, очень дешево, 390 он едет, 65 литров в бак. Подожди, если все на 390, а Veyron 397, а тогда этот Aventador 385. Ну, где-то плюс-минус на то и выходит. Знаю, что Veyron меняет на фатеш... Фатешный Veyron меняет на фатешную сену. Хотя, какой я в этом прикол, не знаю. И SF90, 55 миллионов. По факту, это 458, 488 в следующем поколении. Но это SF90. 370 она едет за 55 миллионов. Ну, типа, говорят, что прикольно, что едет. Ну, например, McLaren тот же едет. 360 за 50 миллионов. А она едет 370. Вроде здесь больше ничего нет. А Каен мы просрали. Ну, ладно, возвращаемся в Теслон мультибренд. Мультибренд опять, привет. Porsche Taycan, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Porsche Panamara, Porsche Turbo S. Ни хер оси, Порошей. 285 за 14 лямов. Ну, по сравнению с их 6 лямов, Porsche выглядит как-то побогаче, покрасивее. Кстати, жалко, что у него не работает спойлер. В жизни он адаптивный. Здесь он не работает. Бак у него побольше. Хотя, бак нет. Я не помню, сколько там бак. Но бак вроде здесь побольше. Едет он так же. Но мест в багажнике меньше. В Cayenne вроде 15 было. Здесь 9. Ой, я говорю в Cayenne. Их 6, а мы 15. Здесь 9. И стоит он 14500, а не 16500. Ну, Cayenne попиже будет, да. Лучше Урус, пацаны. Лучше Урус. Ну, что, вот такой вот дос вышел. Моя реакция на это обновление, ну, плюс-минус позитивная. Добавили новые тачечки, старые не убрали. Допилили старые тачки. Было бы прикольно, если бы они еще добавили тюнинг на старые тачки. Добавили, в принципе, нормальную новую работу, которая вроде нормальная, как бы, заработная плата. Не так, как в пожарниках была. Это пиздец. Вот, я надеюсь, вы еще меня не забыли. С тобой был Эвен. Подписывайся на канал, нажми на лайкос. Давайте, если этот ролик наберет 50 лайков, то следующая серия выйдет как можно быстрее. Лайк, коммент, подписка. Это все, что вы можете сделать для меня. С тобой был Эвен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. Нет войне. И всем пока.